МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вас приветствует еженедельная итоговая программа событий о неделе на канале Архиз 24. Главное событие минувших 7 дней в Карачаево-Черкесии вам представят наши корреспонденты и я, Мадина Бачаева. Смотрите в сегодняшнем выпуске. Какими будут задачи перед органами исполнительной власти региона в ближайший период? Глава Карачаева-Черкесии выступил с докладом-посланием об итогах года и стратегических планах на будущее. Сегодня во всех школах республики отзвенел последний звонок. Прощание со школой всегда проходит с легкой ноткой грусти. А как это было в одной из гимназий Черкеска, расскажем. Животноуческий потенциал Карачаева-Черкесии во всей красе. В Минводах завершилась 21-я всероссийская выставка племенных овец и коз, где наши фермеры продемонстрировали свое трудовое достояние. Яблок будет больше. В селе Талык при Кубанского района закладывается еще один фруктовый сад интенсивного типа. Опыт профессионалов вокального искусства России доступен и для регионов. Звезда мировой оперной сцены Любовь Казарновская дала мастер-класс молодым вокалистам Карачаева-Черкесии. Сегодня во всех школах республики отзвенел последний звонок. Это традиционное мероприятие, когда выпускники 11-х и 9-х классов прощаются со школой и шагают дальше навстречу взрослой жизни, где и ждет учеба в вузах и колледжах. Но это случится не сразу. Для начала им предстоит сдать выпускные экзамены и обзавестись аттестатом. Ну а сегодня все же день, когда выпускники по большей части думают не об учебе, а о празднике, хоть и с легкой ноткой грусти. Прощание со школой, ставшими родными учителями и одноклассниками, не всем дается легко. Поэтому последний звонок наполнен яркими и незабываемыми эмоциями. Последний звонок – символ не просто завершения школьной жизни, но начало нового светлого пути. В этот день в адрес выпускников звучат самые добрые и теплые пожелания и, конечно же, мудрые наставления отставших за годы учебы родными учителей. Вы начинаете новый этап в вашей жизни. Не думайте, что будет все так радужно на этом жизненном пути. Конечно же, и взлеты, и падения будут. Но желаю вам, чтобы взлетов было как можно больше, они были выше, а падений, ну, конечно, меньше. А если будут, то мягче. Такой торжественный день успехов на предстоящих экзаменах, чтобы у них все было хорошо. Я надеюсь, все знания, умения, которые они получили в нашей школе, они им пригодятся на протяжении всей жизни. Я уверена, что все учителя спустя буквально пару лет с гордостью скажут о том, что это наши выпускники 19-й гимназии. Ни один последний звонок не проходит без прощального школьного вальса. Вот и в этот раз выпускники 19-й гимназии не стали нарушать добрую традицию. Ну и, конечно, сам последний звонок, который прозвенел для выпускников нынешнего года. А дальше прощание с любимыми одноклассниками, мудрыми учителями и родной школой. Хочу, чтобы все могли поступить туда, куда на самом деле хотели, чтобы у всех все получилось, чтобы побольше виделись все-таки. Всем желаю больших-больших успехов. Ну, это как-то печально, но в одно время и радостно. 11 лет я провел тут не просто так, и я рад, что школа предоставила мне эти знания. Ну, это, конечно же, еще раз говорю, грустно. Я бы остался тут еще на годик просто, чтобы провести с ними со всеми временем и с учителями. Немножко грустно и одновременно очень радостно, что она вступает во взрослую жизнь. Спасибо огромное нашей родной школе, учителям, директорам, завучам. В частности, я очень довольна своим ребенком. Она у меня умница, отличница. Желаю ей удачи в дальнейшей жизни. Ну, а ты... Для начала, я бы пожелала бы сдать удачное ЕГЭ, чтобы все их желания и цели сбылись, чтобы у них все было хорошо. Желаю, чтобы все, кто уходит с девятого класса, продолжали оставаться такими же яркими и добрыми. Никогда не сдавались желающим удачи. Ну а теперь к событиям начала недели. Основная задача органов власти всех уровней – постоянная работа над повышением качества жизни жителей республики. Глава Крачева-Черкесии Рашид Темрезов выступил в минувший понедельник с традиционным докладом-посланием об итогах работы органов государственной власти за прошлый год и задачах на будущее. На какие сферы в своем обращении сделал упор руководитель региона, расскажет наш корреспондент Эрнест Чуков. Свой же годный доклад послания глава Крачева-Черкесии начал с подведения итогов прошлого года, который прошел под знаком борьбы с коронавирусной инфекцией. Основная нагрузка легла, конечно, на систему здравоохранения. В пик пандемии в нашей республике в кратчайшие сроки было развернуто 7 ковид-госпиталей на 1320 коек. Поставлено почти 800 единиц нового оборудования, обучено почти 5000 медиков для лечения инфицированных коронавирусом. Все эти меры вкупе с активным участием бизнеса, волонтерских организаций и просто жителей региона позволили значительно улучшить текущую эпидситуацию. Это было очень сложное время, но оно стало временем всеобщей мобилизации. Как в самый трудный период в истории, когда наш народ оказывался перед лицом опасности, жители нашей страны и нашей республики проявили свои самые лучшие качества – ответственность и неравнодушие. Никто не остался равнодушным. По словам главы региона, пандемия напомнила, что главным всегда было и остаётся здоровье человека. Она позволила увидеть слабые места отрасли, где нужно максимально быстро и эффективно менять ситуацию. Шаги в этом направлении уже ведутся. Построена городская поликлиника на 450 посещений в северной части Черкеска. Завершается строительство здания районной и городской поликлиники в Карачаевске. В сельских населённых пунктах республики завершено строительство 17 фельдшерско-кошерских пунктов. Дооснащены региональный сосудистый центр и первичное сосудистое отделение в Зеленчукской ЦРБ. С этого года по инициативе президента России Владимира Путина стартовала программа «Модернизация первичного звена здравоохранения». Эта программа, рассчитанная на пять лет, предполагает строительство, реконструкцию и капремонт 40 учреждений первичного звена здравоохранения, закупку 27 единиц оборудования и 64 единиц легкого автотранспорта для доставки пациентов и медработников. В дополнение к перечисленному Рашид Тимрезов дополнительно добавил и своё видение решения некоторых проблемных вопросов. Часть звонков на горячую линию по вопросам здравоохранения связана с предоставлением бесплатных лекарственных препаратов. Я поручил уже в этом году увеличить объём средств на эти цели. И в последующие годы мы сохраним тенденцию к увеличению средств на обеспечение лекарственных препаратов. Второе. Совместно с правительством Российской Федерации мы проработали вопрос о строительстве республиканской инфекционной больницы на 150 мест. Для нас это стратегически важный объект. Аналогичная работа ведётся по больнице в посёлке Адженикидзовском, в ауле Адыгихабе и поликлинике на 500 посещений в сутки в Усть-Джигутинском районе, в городе Усть-Джигута. Дал поручение правительству разработать проектно-сметную документацию по капитальному ремонту психиатрической больницы в Кубране, а по сути по реконструкции и строительству нового психоневрологического диспансера. Третье. Мы планируем усилить оснащение детского здравоохранения за счёт поставок в республиканскую детскую больницу высокотехнологичного оборудования. В бюджетной политике глава региона подчеркнул необходимость точной реализации национальных проектов, благодаря которым в регионе в 2020 году были построены и реконструированы 179 социальных объектов. Это школы, детские сада, домокультуры. Как и в предыдущие годы, бюджет республики имеет ярко выраженную социальную направленность. На финансирование социально значимых отраслей было направлено почти 23 миллиарда рублей. Основная задача органов всех уровней власти в социальной сфере – постоянная работа над повышением уровня доходов жителей республики, борьба с бедностью и улучшение социального самочувствия наших граждан. Обращаюсь к вам, к депутатам Народного собрания парламента, к правительству. В ближайшее время оперативно внести изменения в наше законодательство. И предлагаю наш закон о единоразовой выплате на второго ребенка увеличить с 20 тысяч до 25. И разработать и принять закон о выплатах 35 тысяч рублей на рождение третьего ребенка. Я считаю, что это такая достаточно серьезная и хорошая подспорья для наших семей. В сфере реального сектора экономики Рашид Тимрезов указал на важность восстановления роста производства продукции и внедрения инвестиционных и инновационных проектов. В частности, уже реализован крупный проект по строительству Уждегутинской малой ГЭС и начато строительство двух красногорских малых ГЭС. Также готовится к старту один из серьезных и перспективных проектов с компанией ОГМК. Это строительство горно-обогатительного комбината, современного, высокопроизводительного и отвечающего всем нормам экологической безопасности. В сфере сельского хозяйства, на государственную поддержку которого в прошлом году было направлено более 1,3 миллиардов рублей, помимо уже традиционных и уже развитых в регионе отраслей, как животноводство и растеневодство, акцент будет сделан на развитии культуры садоводства. Благо, уже есть положительный опыт. Сегодня в регионе более 500 гектаров интенсивного типа уже введены к эксплуатации, в том числе единственный в современной России грушевый сад площадью 9 гектаров. Кроме этого, благодаря региональной программе по закладке мини-садов интенсивного типа, 225 фермеров из разных районов республики успешно выращивают яблоки на своих личных подсобных хозяйствах. Ещё вчера республика завозила фрукты из других регионов, но за минувшие четыре года мы совершили огромный рывок и сегодня полностью обеспечиваем республику собственными фруктами, выращенными на нашей родной земле. А завтра мы должны выйти на внутренний российский рынок и поставлять фрукты уже в другие субъекты. У нашего региона для этого есть климатические, логистические преимущества, которыми мы не имеем права не воспользоваться. По моему поручению разработана комплексная программа развития интенсивного садоводства Карачаева-Черкесии и в ближайшие пять лет мы планируем высадить сады на площади не менее 5000 гектаров. Только в этой сфере это почти 5000 рабочих мест для жителей сельской местности. Кроме того, это важно с точки зрения пополнения нашего регионального бюджета. В сфере строительства большой упор был сделан на ликвидацию аварийного и ветхого жилья. Эта работа принесла плоды и накануне премьер-министр России Михаил Мишустин в своем отчете перед Государственной Думой назвал Карачаево-Черкесию в числе двух российских субъектов, завершивших программу досрочно, то есть на четыре года раньше запланированного срока. Задача на ближайшие годы полностью снять вопрос с аварийным жилищным фондом. До конца следующего юбилейного 2022 года, года столетия республики, ставлю перед правительством задачу активно включиться в программу и переселить граждан из 45 тысяч квадратных метров аварийного жилья. Одной из самых приоритетных задач остаётся социально-экономическое развитие села. Главным инструментом этой работы является госпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий», только в рамках которой в 2020 году в девяти населённых пунктах республики введены в эксплуатацию 24 километра водопроводов, и работа эта будет продолжена. В следующем году будет решён вопрос обеспечения бесперебойным, качественным водоснабжением в 24 населённых пунктах нашей республики с общей численностью 45 тысяч человек. Реализуются крупные проекты по строительству межрайонного группового водопровода у Жигутинского и Прикубанского районов, что обеспечит бесперебойным, качественным водоснабжением 11 населённых пунктов, общей численностью 11,5 тысяч человек. Также стартовал крупный социально значимый проект по строительству Карачаевского сельского группового водопровода, Карачаевского и Джигутинского районов, Карачаевского городского округа. Кроме того, завершено строительство объектов водоснабжения в селе Садово Мадыгхабовского района. Для жителей этого села это порядка 1800 человек, проблемы с некачественным водоснабжением теперь уйдут в прошлое. Этого же ждут и жители посёлка Аркен-Шахар. Завершаем работы в ауле Бесыней Хабецкого муниципального района. У нас есть реальные проблемы по качественному водоснабжению в наших населённых пунктах. Но мы очень хорошие взяли темп и эту работу, безусловно, продолжим. В планах с 2023 года строительство ещё сразу трёх больших групповых водопроводов, которое позволит обеспечить качественным водоснабжением порядка 60 тысяч человек в пяти муниципальных районах. Большие позитивные изменения в сфере строительства образовательных учреждений. Только за последние 10 лет в республике построено и реконструировано почти два десятка школ и более 60 детских садов. Только в прошлом году в рамках национального проекта «Демография» в республике появилось 12 новых дошкольных учреждений с ясельными группами на 960 мест. При этом работа в данном направлении интенсивно продолжается и сегодня. Будет открыт образовательный центр в ауле Гирль-Дуюк. Летом стартует строительство школы в Учки-Кейне. Это будет одна из самых больших школ в республике на 960 ученических мест. Касаясь культурной сферы, Рашид Тимрезов напомнил, что за 2020 год были отремонтированы и построены 12 новых ДК, а за последние три года всего 30. В этом году будут достроены и реконструированы ещё 9 домов культуры и 5 детских школ искусств. Также глава республики предложил оказать поддержку работникам сельских домов культуры. Предлагаю с 1 января 2022 года ввести региональную доплату в размере 5000 рублей для работников домов культуры в сельской местности. Я думаю, что это будет такая существенная доплата. Но и при этом обращаю внимание правительства республики, глав городов, районов на то, что большое количество построено домов культуры. Я с вами с каждым говорю на эту тему, насколько они сегодня у нас загружены. Все условия созданы. Наша филармония начинает работать более активно. Поэтому прошу, чтобы эти очаги культуры, они всегда были заполнены. Такие же доплаты в размере 5000 рублей Рашид Тимрезов поручил выплачивать и работникам физической культуры и спорта, трудящимся на селе. Ещё одна важная тема доклада – необходимость работы с особенными детьми. Хочу предложить правительству Карачаева-Черкесии разработать специальную региональную программу для физического, умственного и творческого развития особенных детей и подростков. Мы должны кардинальным образом развернуть работу всех органов власти лицом, таким людям и их семьям. А в следующий год предлагаю объявить годом людей с безграничными возможностями. Все поставленные цели и задачи, по словам Рашида Тимрезова, войдут в обновлённую стратегию социально-экономического развития Карачаева-Черкесии на ближайшие пять лет. Над проработкой этого стратегического документа уже работает правительство республики. Новая стратегия должна отражать нашу главную задачу – в следующие пять лет перейти к социально-экономической модернизации региона. Это означает максимальное использование существующих ресурсов в сфере промышленности, туризма, сельского хозяйства и других отраслях, о которых я говорил выше. Считаю, что реализуемые сегодня проекты и те задачи, которые мы уже поставили по каждому направлению, являются хорошим заделом на будущее. Одной из магистральных целей стратегии развития республики на ближайшие пять лет я ставлю создание минимум 10 тысяч новых высокотехнологичных и высокооплачиваемых рабочих мест. В завершении доклада глава республики ещё раз напомнил важность постоянного общения с людьми для руководителей любого уровня. С этим согласны в первую очередь представители общественности, для которых любой диалог с властью крайне полезен. Как всегда было продумано до выступления главы, что затрагивалось все сферы жизни. Вообще существует закон об общественной палате, об общественном контроле. Я вот хочу сказать, что глава несколько раз подчеркнул, что должна быть тесная взаимосвязь всех органов власти и жителей. Что мы должны в первую очередь осуществлять свои действия, я имею в виду, как руководители, опираясь на мнение жителей Карачаева-Черкесии. Самым важным для меня является то, что глава несколько раз подчеркнул важность постоянного общения с населением руководителей любого уровня. Он неоднократно сказал о том, что все принимаемые управленческие решения должны приниматься вообще в интересах в первую очередь самих граждан. Это очень важно. Мы как раз, наша структура тоже создана как раз для работы в этом направлении. Поэтому очень положительно оцениваю послание. Надеюсь, что в ближайшие годы все те вещи, о которых говорил Рашид Бориспевич, будут реализованы. Также Рашид Тимрезов предложил в честь столетия республики учредить два новых государственных звания. Почетный житель Карачаева-Черкесии и Герой труда Карачаева-Черкесской республики. В Минводах на неделе прошла 21-я всероссийская выставка племенных овец и коз. Ее организаторами выступили Министерство сельского хозяйства России и правительство Карачаева-Черкесии. В один из дней работы выставки в ней приняли участие Дмитрий Патрушев и Рашид Тимрезов. Чем смогла удивить выставка своих посетителей, расскажем в нашем сюжете. Это одна из крупнейших сельскохозяйственных выставок региона, посвященная разведению овец и коз. Здесь представлено более 400 разных пород. Это наша, родная, карачаевская. А здесь представлена порода Волгоград-Эдильбай. Первый раз вижу, если честно, друзья. Как мне сказали, она особь весит больше 170 килограммов. Представляете, живого веса. Абсолютно разные продукции. Из Астраханской области, Волгоград. Опять же, повторюсь, наша родная Карачаева-Черкесия. Говоря о Карачаево-Черкесии, не отмечене тот факт, что наш регион входит в топ-6 регионов страны по количеству поголовья овец. По данным регионального Минсельхоза, общее поголовье овец в республике более 1 миллиона голов. Огромный потенциал в овцеводстве отмечают и на федеральном уровне. Причем государство готово стимулировать агрария в еще больше развивать свою отрасль. Ежегодно на поддержку этой подотрасли выделяются существенные средства федерального бюджета. В текущем году только на овцеводство и козоводство предусмотрено более 2 миллиардов рублей. Средства направляются на строительство современных овцеводческих ферм, приобретение техники, племенную работу, на поддержку производства и многое другое. Отдельное внимание – улучшению качества поголовья. Лучшие достижения отечественной племенной селекционной работы федеральный министр оценил вместе с губернатором Ставрополя и главой Карачаева Черкесии. У стенда Качер Дмитрию Патрушеву рассказали про уникальные характеристики карачаевской породы овец. По большому счёту, это уникальная порода. В мире такой породы нет. Чем она уникальна? Она уникальна. В первую очередь, адаптирована, автоматизирована. Это народная селекция порода. Карачаево-Черкесия овцеводство всегда было одной из передовых отраслей сельского хозяйства. В республике разработана стратегия развития овцеводства и козоводства до 2025 года, благодаря чему аграрии могут рассчитывать на дополнительные меры господдержки. Для нас эта отрасль очень значима и важна, потому что у нас есть и традиции, и климатические условия, и сама культура развития овцеводства. Поэтому для нас это одно из приоритетных направлений. Что касается выставки, то она собрала порядка 70 племенных хозяйств из двух десятков регионов страны. Карачаево-Черкесию на выставке представляли пять хозяйств. Самая крупная из них – ферма «Хаммер», поголовье в котором составляет только овцематок – более 40 тысяч животных. У нас в планах до 50 довести. На 2022 год где-то мы уже на полную мощь выйдем. На сегодняшний день имеем 67 животноводческих точек по всей республике, по всем районам. У нас же два откормочных комплекса, около 10 тысяч только пастбищных земель. А у нас, как всем известно, на Кавказе самые благоприятные условия для содержания породок карачаевских животных. Хорошие условия плюс кропотливый труд позволили хозяйству завоевать общее второе место среди всех 70 племенных хозяйств, представленных на выставке. Кроме этого, республиканские аграрии завоевали и несколько индивидуальных наград. Эрнест Чуков, Олег Молхожев, Архиз, 24. В рамках выставки Рашид Тимрезов провел двустороннюю встречу с Дмитрием Патрушевым. Говорили о животноводстве, садоводстве и комплексном развитии сельских территорий. Министр обратил внимание на ряд показателей, над которыми надо более интенсивно работать. Сейчас в регионе активно идет развитие садоводства. Реализуется крупный проект в сады Карачева Черкесии. Идут переговоры с еще одним инвестором по закладке садов интенсивного типа и строительству фруктохранилища. Рашид Тимрезов обратился к министру с просьбой поддержать регион в этом направлении. Также глава республики попросил рассмотреть возможность дополнительной господдержки в 2021 году сельскохозяйственным товаропроизводителем, занимающимся выращиванием овец, а также в сфере мелиорации. По завершении выставки в Минводы Экспо ее участники были приглашены в Карачево-Черкесию, чтобы лично посмотреть на наши племенные животноводческие хозяйства и познакомиться с производством по переработке шерсти. Подробности в сюжете нашего корреспондента. Нурлан Бекеса вот уже 20 лет возглавляет племенное хозяйство по разведению овец под Волгоградом. На фабрику по производству и продаже пряжи «Квест-А» его, как и остальных членов делегации, привел профессиональный интерес – своими глазами увидеть уникальное для России производство, которое закупает немытую шерсть, а выпускает уже готовое трикотажное изделие. Здесь мы собираемся, общаемся мнениями, делимся опытом работы. Сегодня находимся у вас в Карачаево-Черкесии, на заводе. Я такой завод еще не видел. Один из крупных заводов, конечно. Процесс заготовки шерсти не так уж и замысловат. Сначала овечья шерсть сорсируется, моется и обрабатывается. Затем – сушкой расчесывания. А уже дальше из нее производятся пряжа и трикотажные изделия. Столь продуманный подход произвел впечатление на президента Национального союза овцеводов Харуна Амирханова. Это уникальная возможность из 85 регионов. Это единственный регион, там, где сегодня появляется возможность переработки всей продукции овцеводства. В первую очередь переработка шерсти. Это уникальное предприятие, которое в Европе занимает первое место. Но его мощности надо загрузить. По завершению экскурсии все отправились в Зеленчукский район, чтобы познакомиться с работой овцеводов Карачаева-Черкесии. Там их встретили согласно всем традициям. 30 всадников на лошадях карачаевской породы проводили кортеж до места, где началась праздничная часть. Словом, все делегаты оценили гостеприимство нашего края и, несомненно, приедут еще раз. Чтобы продолжить сотрудничество с фермерами республики. К слову, стратегия по развитию овцеводства в Карачаево-Черкесии разрабатывалась не один год. На совещании вместе с Дмитрием Николаевичем Патрушевым, Министерством хозяйства Российской Федерации, им было озвучено, что на следующий год уже будет новая программа поддержки овцеводов, развития овцеводов. И нас будет поддерживать. В 2019 году региональное министерство уже разработало стратегию развития овцеводства и направлено их в Москву. Соответственно, сейчас ждем результатов. Я считаю, что на сегодняшний день уже много полезных субсидий, полезных программ в развитии овец. Но в следующий год их станет намного больше. В преддверии сентябрьских выборов Госдуму в Карачаево-Черкесии стартовали праймери с «Единой России». Иными словами, внутрипартийные предварительные выборы, победители которых и будут бороться в сентябре с представителями других партий за думские мандаты. Таким образом, единороссы уже сейчас начали встречи со своими избирателями во всех городах и районах республики. Михаил Старшинов, на сегодня действующий депутат Госдумы от Карачаево-Черкесии, побывал в поселке Аркен-Шахар, чтобы выслушать вопросы и просьбы от земляков. Наш корреспондент Антон Курбанов побывал на этой встрече. Очередная встреча Михаила Старшинова с избирателями проходит в Аркен-Шахаре. В этот раз депутат Государственной думы от Карачаево-Черкесии беседовал с жителями Ногайского района. И вопросы, с которыми к ним ушли, простыми или скучными не назовешь. Я подавала на квоту. Квоте отказали нам. У ребенка нестабильность плечевого сустава и перелом банкарта. Вы это написали? Да. Давайте. Ну перестаньте. Ну что вы? Извините, пожалуйста. Нет, тут даже... Ну просто перестаньте. А как с вами связаться? Тут есть? Можно вас, знаете, что попросить? Вот тут на обороте... Да, водичку попейте. Да. Как там? Я возьму, да, все. Я напишу. Да, ну все, напишите, отдайте. Ну не переживай, что раньше-то пришли? На повестке дня волнующие жители Иркен-Шахара вопросы о будущем их малой родины. Наталья Ермошина работает директором местного ДК и считает, что живой диалог – лучший вид общения. И когда депутаты приезжают к своим избирателям, это и есть знак того, что работа двигается. Лично я обратилась с тем вопросом, чтобы в Доме культуры сейчас возникла проблема отвезти детей, победивших в конкурсе всероссийском, на фестиваль театральных коллективов. Помощь пообещали. И буквально в ближайшие дни будем решать этот вопрос финансового порядка и разрешение на выезд из республики. Сам Михаил Старшинов считает, что диалог с населением полезен не только для тех, кто выдвинул свои кандидатуры для участия в предварительно внутрипартийном голосовании, но и для всех граждан, которые в итоге отдадут свой голос за того или иного кандидата. Встреча с людьми – это лучший момент в работе депутата. Я вам хочу сказать, что прекраснее этого ничего нет. И сегодняшний день здесь, в Иркен-Шахаре, в Ногайском районе, это лично для меня огромное удовольствие. И я с огромным уважением и признательностью отношусь к тем людям, которые нашли время, пришли, встретились. А еще больше к тем, которые дали мне какие-то поручения. Также Михаил Старшинов добавил, что депутат является именно тем представителем власти, кто выступает за интересы граждан. К слову, подобные встречи в рамках праймерис «Единой России» пройдут во всех городах и районах республики. Анзор Курбанов, Мурат Кемрюгов, Архыс, 24. В Карачево-Черкесии стартовали обучающие семинары для независимых общественных наблюдателей. Те, кто пройдет там обучение, смогут выступить наблюдателями на выборах депутатов Государственной Думы в этом сентябре. Один из семинаров прошел в Зеленчуке. Провела его общественная палата Карачева-Черкесии совместно с администрацией Зеленчукского района. Чему учились будущие наблюдатели и насколько вообще важно их присутствие на избирательном участке, разбирался наш корреспондент. Это важный политический процесс. Поэтому на нас с вами лежит огромная ответственность. И от того, как мы сегодня с вами поработаем, завтра с вами поработаем, будет зависеть, как пройдет избирательная кампания. Как грамотно и правильно ориентироваться в избирательном праве и на что обращать внимание. Об этом рассказывают на обучающих семинарах, которые проходят по всей республике. Юлия Куликова наблюдателем на выборах будет уже не в первый раз. И считает, что с каждым годом политическая система в России совершенствуется. А вместе с ней растут и требования к независимым наблюдателям. Поэтому и учиться надо соответственно качественно. Всего в республике обучается 518 независимых наблюдателей. А их преподавателями выступят пять членов общественной палаты, которые уже прошли специальную подготовку. Мы за честные выборы. Мы хотим все это увидеть своими глазами. Мы хотим в этом участвовать. Избиратель должен чувствовать себя комфортно. Они должны сделать сами свой выбор. Двухдневная программа семинаров, организованная под эгидой общественной палаты, позволит наблюдателям получить не только теоретические знания, но и практические навыки. Курс предполагает разбор различных ситуаций, в том числе и внештатных, которые могут возникнуть на любом избирательном участке в день голосования. Для того, чтобы это все было соблюдением закона, большую роль играет в самом процессе голосования и до дня голосования – это наблюдатель. И вот сегодня мы стараемся довести до каждого наблюдателя его права, его обязанности в день проведения выборной кампании. Прежде всего, наблюдатель должен быть компетентным во всех вопросах. И самое главное – защищать избирательный процесс от всякого рода нарушений. Каждый наблюдатель должен провести такую работу, при которой выборный процесс пройдет законно, прозрачно и слаженно. Эти выборы должны быть законны, легитимны, прозрачны. И, конечно, огромную работу в этом направлении проводят наблюдатели. С 2018 года активно участвуют в наблюдательном процессе именно наблюдатели от общественных палат. От общественной палаты Российской Федерации, в том числе и Карачаево-Черкесии. Наши наблюдатели понимают, что им нужно сейчас владеть полностью нормативной базой. Ведь нормативная база меняется, требования. Пусть основная, конечно, костяк их остается, но новшества есть. С этими новшествами наши тренеры, преподаватели их знакомят. Обучающие семинары для наблюдателей Карачаева-Черкесии продлятся два месяца. За это время будут охвачены все районы республики. Анзор Курбанов, Мурат Кемрюгов, Архыз, 24. Трагедия, заставившая внести изменения в закон об ужесточении правил оборота оружия. Поводом для новых ограничений оружейного законодательства стала трагедия в Казани, где 11 мая в гимназии номер 175 было убито 9 человек. Сегодня прокуратура проверяет, как 19-летний стрелок, продемонстрировавший после ареста явные признаки помешательства, получил лицензию на огнестрельное оружие. Наш корреспондент Дарья Назарова решила на своем опыте проверить, насколько сложно сегодня получить необходимую справку. Несколько дежурных вопросов, пристальных взгляд и проверка в базе данных. Так проходит прием у психиатра, которого в обязательном порядке должен посетить кандидат на получение оружия. Здесь нет какого-то специального порядка, да и в принципе не важно, какие вопросы будут заданы, главное, с какой реакцией будет дан ответ. Ислам Ижаев работает в этой сфере более 20 лет и утверждает, что людей с психическими отклонениями видно с порога, и таким сразу назначаются дополнительные обследования. Психологическое, патопсихологическое обследование, то есть то, что мы называем тестированием у психолога, включает множество разных тестов. Здесь можем выявить нарушение интеллектуальной сферы, эмоционально-волевой, сферы мнестической, то есть нарушение памяти. Это все выявляется, черты характера, личностные черты, так называемые патохарактерологические черты, особенно у молодых людей развиваются. Это выявляется с помощью дополнительного патопсихологического обследования. Психических заболеваний существует более полусотни, от деменции и шизофрении до тревожных расстройств. Все они прописаны в специальном постановлении правительства, которое указывает на противопоказания к владению оружием. Ну вот психолога я прошла без проблем. Теперь отправляемся к наркологу, где мне предстоит пройти полное медицинское обследование и ряд других лабораторных исследований, чтобы проверить, что в моем организме отсутствуют запрещенные вещества. Ну что ж, проверим, насколько сложно будет пройти этот этап. Расширенное медицинское обследование проводится платно. Кандидату на получение справки придется заплатить тысячу рублей. Сначала проверка в базе данных, затем визуальный осмотр, с помощью которого специалист может выявить у пациента косвенные признаки употребления алкоголя или наркотических веществ. Тогда его направят к психологу и назначат дополнительные исследования. Мы берем кровь и следуем на CDT. Карбогидрат, дефицитную трансферазу. Значит, это указывает тоже косвенный признак, указывающий на нарушение, допустим, печени в результате длительного употребления алкоголя. Следующие дополнительные методы исследования перед забором крови здесь на биохимическое исследование. То есть здесь исследуется кровь на маркеры ферментов АСТ, АЛТ, ГГТ и так далее. Проходят все кандидаты и химико-токсикологическое исследование, то есть экспресс-анализ мочи. Алкоголикам и наркоманам пройти этот этап непросто. Обмануть систему у них не получится, ведь ТЭС может уверенно выявить до 10 видов наркотических и психотропных веществ. Ну а наркоманам и алкоголикам со стажем получить эту справку и вовсе невозможно. Такие обычно уже есть в базе данных диспансера. А это прямое основание для отказа. У нас еще есть одна база, это группа риска. Допустим, человек никогда у нас не составил на учете. Он эпизодически употребляет алкоголь, а может быть наркотики. Ну и был случай, допустим, когда он попадает в больницу с отравлением, острым отравлением, допустим, алкоголем или передозировкой наркотиков. Он доставлялся в каком-то году, это не имеет значения, пусть 5-6-7 лет он будет в базе. Вот, естественно, значит, мы должны прежде всего провести дополнительные методы исследования. Просто так никто ему не подпишет. Почему? А мы должны установить, он действительно страдает в зависимости от алкоголя, наркотиков. Или это был какой-то эпизод. Но лабораторные исследования – лишь малая часть всех процедур, которые необходимо пройти. Впереди еще офтальмолог, терапевт. А по результатам всех обследований еще и вердикт врачебной комиссии. Именно она выдает медицинское заключение, что противопоказаний к владению оружием нет. Само оформление справки занимает около 30 дней. Поэтому специалисты и удивляются, как казанскому стрелку выдали справку о вменяемости. Да еще и так быстро. Сейчас это обстоятельство проверяют сотрудники прокуратуры. А тем временем Ильнас Галявиев уже признал свою вину и ждет суда. А в Государственную Думу внесены предложения усилить контроль за оборотом оружия и ужесточить процедуру прохождения медкомиссии. Остается надеяться, что эти поправки помогут специалистам вовремя вычислить потенциального убийцу и предотвратить подобные трагедии. Дарья Назарова, Мурат Кемрюгов, Радомир Князев, Архиз-24. Для людей, оказавшихся в непростой жизненной ситуации, появилась возможность получить помощь от государства. Речь о социальных контрактах. Это такой вид помощи, при которой выплаты носят целевой характер. Его эффективность подтверждают и те, кто уже получил эту поддержку. Подробности в нашем материале. Бывают периоды в жизни, когда в силу разных причин все идет наперекосяк. И любая поддержка в этот момент поможет все поставить по местам. Обратиться за такой помощью можно в органы социальной защиты. Заключив социальный контракт, вы получите поддержку в виде единовременных или ежемесячных выплат, которые напрямую зависят от выбранной программы. Сейчас в соцзащите разделяют четыре основных направления. Первое – это поиск работы трудоустройства. Второе – это осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности. Третье – введение личного подсобного хозяйства. И четвертое, называется иные мероприятия, имеется в виду помощь гражданам, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, для приобретения предметов первой необходимости. Последним и воспользовалась Алина Гирюгова. Многодетная мама с тремя детьми, младшая из которых уже достигла школьного возраста. Новый письменный стол и школьные принадлежности – ее главная нужда на сегодня. И помощь от государства тут как никогда кстати. Главная цель программы «Социальный контракт» – повысить уровень жизни человека. Вплоть до помощи с поиском работы. Плюс органы социальной защиты окажут материальную поддержку, пока вы сконцентрированы на выборе будущей профессии. А если понадобится пройти какое-либо платное обучение, выплатят сумму, предусмотренную в рамках программы. Все это призвано помочь поддержать людей, оказавшихся временно без работы, помочь им материально и с определением новой жизненной цели, чтобы выйти из этой ситуации и улучшить свое благосостояние. Ознакомиться с условиями программы можно в органах социальной защиты по месту жительства. Но учтите, что при нецелевых тратах контракт может быть расторгнут. Радмир Хасанов, Роман Нагаев, Архиз 24. Ровно 157 лет назад закончилась Кавказская война, одна из самых продолжительных в истории Российской империи. В Черкесске в этот день прошел траурный митинг у мемориала памяти жертвам Кавказской войны с участием представителей всех народов и конфессий Карачаева-Черкесии, которых объединила память о скорбных событиях полутора вековой давности. В этот день у мемориала памяти жертв Кавказской войны всегда собираются люди. Разной национальности, вероисповедания, разного возраста и социального статуса. Но всех объединяет общая скорбь по погибшим землякам, ставших жертвами одной из самых продолжительных войн в истории Российской империи. В их память прозвучала общая молитва, а после этого участники митинга обратились к собравшимся. Вынужденный массовый исход коренного населения Северного Кавказа стал поистине всенародной трагедией. События 60-х годов XIX века до сих пор отзываются болью в наших сердцах. Народы Северного Кавказа оказались заложниками военного конфликта между крупнейшими державами того времени. Но самой лучшей памятью о погибших будет сохранение мира и согласия на земле наших предков. Мы должны вместе обеспечить дальнейшее укрепление, процветание нашей прекрасной малой родины Карачаева-Черкесии и многонациональной России. События полуторавековой давности по-прежнему живут в памяти многих поколений горских народов, понёсших в годы войны нечислимые потери. Скольба по её жертвам, все участники митинга пришли к главному выводу. Несмотря на испытания, нужно жить в мире и согласии в единой семье народов нашей многонациональной страны. И тому пример единства жителей Карачаева-Черкесии, которая складывалась и крепла на протяжении столетий. А ещё они уверены, что историю следует знать и помнить, чтобы такие события больше никогда не повторялись. Спустя века мы склоняем головы перед памятью жертв этой трагической страницы черкесской истории. Вспоминая одну из самых трагических страниц в истории черкесского этноса, мы воздаём должное мудрости и дальновидности наших предшественников. Вопреки невзгодам и тяготам, они остались верными судьбоносному выбору наших далёких предков на единение с Россией. Это была самая продолжительная, самая кровопролитная война. Нет войны у нас, которая была бы без жертв. Жертвы с обеих сторон. Особенно, конечно, эта война затронула Адыгал, Абазин, Нагайцев. Многие из них потеряли свой кров, потеряли свою родину. И, как говорится у нас, чтобы не было никогда таких войн, это сегодняшнее напоминание. Мы должны помнить об этом, помнить, жить в мире, в добре, в согласии. Пусть никогда не гаснет очаг наших народов. Окончание Кавказской войны. Вкладываем это, что один из наших Карачаево-Черкесии, это, я считаю, одни из таких важных мероприятий. Познание своего государства, своей страны. Познание своей истории – это самый важный момент. И это у нас в Карачаево-Черкесии отличается, и это, считаю, таким важным моментом для воспитания будущих поколений. По сложившейся традиции, ровно в полдень участники памятного митинга подшли память жертв Кавказской войны минутой молчания, а затем возложили венки и живые цветы к памятнику в знак уважения и почтения памяти погибшим. Дарья Назарова, Олег Малхожев, Архиз-24. Хотите видеть рядом с вашим домом красивый парк или аллею? Голосуйте! До 30 мая у каждого жителя нашего региона есть возможность выбрать дизайн проекта объектов, выставленных на голосование по программе благоустройства комфортной городской среды. Его эффективность уже доказали множество общественных территорий, превратившиеся из заброшенных мест в прекрасные зоны отдыха. Как раз об одном из них расскажут мои коллеги. Голосование по программе благоустройства комфортной городской среды сейчас в самом разгаре. Именно благодаря ей в регионе уже до неузнаваемости преобразились сотни дворов и общественных мест. Например, парк с благородным названием «Родина». Когда-то заброшенное место, заваленное мусором, с разбитыми дорогами и совсем недоброй репутацией. Сейчас это популярная зона отдыха горожан. До конца 2021 года мэрия Черкеска планируется выполнить работы по четвертому завершающему этапу по благоустройству общественного парка «Родина». В рамках этой четвертой очереди будут выполнены работы по устройству двух кругов. Это будут зоны отдыха малый и средний круг. Одна из фишек парка – новенький фонтан. Точнее, целый фонтанный комплекс из двух объектов. Один помасштабнее, другой поменьше. Но лишь по размеру, а не по красоте. Представьте, как обогатился внешний вид «Родины». Фонтан гармонично вписался в общий дизайн территории. Он не забирает на себя все внимание, давая насладиться другими красотами. Государство нацелено на то, чтобы благоустроить и обустроить жизнь нашего населения. Чтобы наше население не хотело уезжать с Черкеска и вообще с Карачаева, Черкесии. Мы хотим, чтобы наши города были уютными, благоустроенными, удобными для жизни и для комфортного проживания. В рамках реализации этого проекта только в 2020 году отремонтировано 57 дворовых территорий. Преобразилось 9 общественных мест в 16 муниципальных образованиях, предназначенных для отдыха в городах и поселках. Кроме того, с целью создания безопасных и благоприятных условий проживания граждан, работы по капитальному ремонту выполнены в 59 многоквартирных домах. Прямо сейчас на сайте проекта «Формирование комфортной городской среды» проходит голосование за лучший дизайн проект следующих объектов. Для того, чтобы принять им участие, необходимо зайти на сайт 9.городсреда.ру, убедитесь, что выбран регион Карачаева-Черкесия. Далее нажмите на вкладку «Голосовать», выберите свой город и вы увидите дизайн проекта. Выберите тот, который вам больше всего понравился и проголосуйте за него, указав все необходимые данные. Голосование продлится до 30 мая и необходимо набрать минимум 30 тысяч голосов. За последние года наша республика заметно преобразилась. Что может быть лучше строительства парков, аллей и скверов? Тем более, что в этом процессе могут участвовать и жители республики. Радмир Хасанов, Айвар Барануков, Радамир Князев, Архыз, 24. Яблок будет еще больше. В Карачаево-Черкесии появится еще один фруктовый сад интенсивного типа. Он будет расположен в селе Талык Прикубанского района. Работы по его закладке начались еще прошлой осенью. За это время на выбранном участке установили шпалерную систему, а сегодня приступили к основному этапу высадки деревьев. Наш корреспондент расскажет, как продвигается работа. Каким будет будущий яблоневый сад в селе Талык, можно понять уже сегодня. Достаточно просто посмотреть на его размеры, которым не видать ни конца, ни края. Его сложно объехать и уж точно тяжело обойти пешком, ведь в нем целых 300 гектаров, на которых будет высажено более миллиона деревьев. Словом, проект масштабный и его реализация ведется активными темпами. Идет монтаж полярной системы, протягивание проволоки, которая в дальнейшем будет фиксация саженцев происходить. Также происходит установка капельной ленты для орошения высаживаемых саженцев. Сегодня ведутся работы, как я уже сказал, полным ходом. И мы перешли к основному моменту. Это непосредственно уже высадка. Новые ряды с саженцами растут не по дням, а по часам. Ежедневно здесь высаживают 20 тысяч новых деревьев. Мадина Кумратова тут одна из самых активных работников. Вместе с напарником постоянно перевыполняет план. Все-таки сказывается опыт, который она получила во время закладки такого же сада в Адагихабльском районе. Нравится сажать деревья. Можно и по деньгам тоже. Можно заработать. Работаешь на себя, сколько ты посадил, в твоих же интересах. Качество и количество. Это уже твой заработанный оклад. В день пара может высадить, ну, грубо, около 700 деревьев. Два человека. Копаешь, сажаешь, резиночки завязывать. Ну, первый день, первые два дня. Чуть-чуть сложновато, а потом руку набиваешь. Сегодня на этих плантациях трудится без малого 100 человек. И каждый занят своим делом. Но есть здесь и свободные вакансии. Компания активно набирает новых работников. По проекту рабочими местами здесь обеспечат 150 человек. Помимо садовников нам требуется также и главный агроном, помощник агронома, агроном по защите растений, инженеры, гидротехники, бригадиры. Высадку сада планируют закончить уже осенью. Когда здесь будут заложены все 300 гектаров яблонево сада. Очень схожего с садами Карачаева-Черкесии. Единственное отличие – талык на 100 гектаров больше. А значит, больше и планируемый урожай – 15 тысяч тонн плодов в год. Дарья Назарова, Айвар Барануков, Архиз-24. Звезда мировой оперной сцены Любовь Казарновская дала на неделе мастер-класс молодым вокалистам Карачаева-Черкесии. При этом получить уникальный урок от оперной премы смогли не только юные дарования, но и самодеятельные исполнители, а также выпускники музыкальных вузов. Взять урок у профессионала своего дела решил и наш корреспондент Анзор Курбанов. Сегодня я здесь не только для того, чтобы показать вам, как берутся какие-то ноты или дать вам какие-то советы, а именно, я думаю, что вот этот большой амбициозный проект, который затеян в республике – молодая опера, передача школы, выявление талантов, работа с молодежью. Этот амбициозный проект важен не только для республики Карачаева-Черкесия, он важен для всего Кавказского региона. Встреча артиста такого масштаба – это целое представление, к которому и подготовились места инструментальной оркестры. После грандиозного исполнения классических произведений – долгожданный мастер-класс. Научиться профессиональным приемам оперного исполнения выпала честь студенту вокального отделения Мураддину Байчурову. Первым делом Любовь Казарновская отметила чистоту исполнения у молодого певца. Но стоит поработать над дыханием. Сейчас мы займемся тем, чтобы опустить голос на дыхание. То есть ощутить инструмент не отсюда, а на полный полпродых его поставить. Вместе со зрителями Любовь Казарновская проработала особенности звукоизвлечения, фразировки и тонкости трактовки. Солисты и просто музыкальные исполнители получили множество советов от звезды мировой величины. Многим из них Любовь Казарновская прочит блестящее музыкальное будущее. Конечно же, при усердии. В Министерстве культуры Карачаева-Черкесии отмечают, что такие мероприятия продвигают артистов республики на всероссийский международный уровень. К слову, мастер-класс проходит в рамках проекта «Академия» Любови Казарновской в Карачаево-Черкесии. Любовь Юрьевна признанная эксперт в академическом вокальном мастерстве. Она сама оперная певица, выступавшая за границей. И что еще более важно, это то, что у нее есть своя академия, которая в Москве и в других регионах учит молодежь, как нужно выходить на высокий уровень. Не только петь, но и как себя продвигать, как правильно зарабатывать своим голосом. Для нас, для Карачаева-Черкесии это очень важно, но это также важно для всего Кавказа. К слову, уже в июле в Архызе будет открыта двухнедельная школа академического вокала, где лучшие певцы Карачаева-Черкесии будут обучаться у самой оперной дивы Любови Казарновской. Анзор Гурбанов, Олег Молхожев, Архыз, 24. 13 медалей, включая три золота, завоевали республиканские дзюдоисты на прошедшем в Карачаевске турнире, посвященном памяти Героя Советского Союза Харуна Богатырева. Всего в соревнованиях принял участие более 200 дзюдоистов со всего юга России. Насколько захватывающими были их выступления, оценили строгие судьи и наш корреспондент. Открытый турнир под дзюдо, посвященный памяти Героя Советского Союза, ветерана Великой Отечественной войны Харуна Богатырева, уже давно носит статус традиционного. Обычно он проходил в Усть-Джигуте, но в этот юбилейный 35-й раз было решено провести его в Карачаевске. От перемены места дислокации качество проведения турнира не ухудшилось, что доказывает количество приехавших участников – более 200 дзюдоистов из Северокавказского и Южного федеральных округов. Дзюдо является особым видом спорта для Северного Кавказа, для России и в целом, можно сказать, в мире. Это не только борьба силы, но это борьба духа, борьба гибкости, эластичности. И хотел бы сказать, чтобы дальше развивался этот вид спорта. И мы, сегодняшние участники, представляя свой субъект, свой город, свое поселение, достойно выступили в сегодняшнем соревновании. Турнир проходил в девяти весовых категориях среди спортсменов 2005-2007 годов рождения. Никита Лазаренко приехал на соревнования в составе команды Краснодарского края. По воле жеребия в одном из первых раундов ему достался сильный соперник из Кабардино-Балкарии. Схватка выдалась крайне упорной. Соперники стоили друг друга, и никто не смог совершить результативный бросок в основное время. А в дополнительном Никита совершил единственную ошибку, которая стоила ему победы. Я начал атаковать из последних сил. Видимо, этого не хватило, и меня контратаковали, скрутили. Я считаю, что мне нужно работать над сердцем, чтобы оно больше успевало работать, и чтобы я вытягивал всю схватку. По итогам турнира в копилке сборной Карачаева-Черкесии 13 медалей, включая три золотые. Их обладателями стали Ислам Кармов, Георгий Крикса и Тимур Тикеев. Это неплохой результат, и вообще, по словам тренеров, дзюдо у нас в регионе сейчас один из самых динамично развивающихся видов спорта. Во всех возрастах у нас члены сборной России, призеры России, призеры Европы, мира по юношам, по-моему, одежды. Надеемся, что среди взрослых тоже через пару лет мы дадим опять очередного участника Олимпийских игр. Все победители и призеры турнира, помимо кубков, дипломов и медалей, получили еще и денежное вознаграждение. Эрнест Чоков, Айвар Барануков, Архиз-24. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова